Вести из почтового ящика. За все время работы федеральной программы капремонта Пермяк Александр Суворов ни разу не получал квитанции на оплату услуги. Но на днях пришел квиток с учаственной суммой, в котором собственника предупредили. За несвоевременную и неполную оплату взносов будут начислены пени. Вот тут под Новый год сразу же около 10 тысяч прислали. Квиток пришел. Как вот платить такую вот сумму сразу? Рано или поздно получат все, говорит юрист Станислав Шестаков о квитках на оплату капремонта. Запоздали же квитанции от того, что фонд не располагал данными о наличии прав собственников на жилое помещение. Сведения собрали и теперь накопившуюся задолженность оплачивать все равно придется в полном объеме. Но есть один важный момент. Несмотря на то, что обязанность по погашению задолженности у вас имеется, наличествует в полном объеме, но вот взыскание пений, на мой взгляд, на эту сумму невозможно. Вашей вины в том, что накопилась задолженность, безусловно, нет. Вы не получали счета извещения вовремя, вы элементарно не знали, куда оплачивать. От регионального фонда капремонта мы получили письменный комментарий, где пояснили тем, кто ранее не получал платежные извещения, автоматически предоставляется рассрочка платежа на три месяца. Срок может быть также увеличен. Региональным операторам предоставляется рассрочка по взносам на капитальный ремонт каждому собственнику помещения на основании письменного заявления, оформленного на имя руководителя регионального оператора на срок до одного года. Дополнительную информацию о порядке предоставления рассрочки можно получить в фонде капремонта на Ленина, 66. Его специалисты также напоминают, если вам не приходят квитанции, необходимо сообщить об этом, приложив копию документа, подтверждающего право собственности.